Все, надеюсь, связь будет отличная. Приветствую всех, дорогие друзья, на связи Андрей Лисеев. Все, кто будет смотреть в записи, ставим лайки, нажимаем колокольчик. Ну, а все, кто у нас в онлайне, конечно же, это топ, это элита тех людей, которые хотят по-настоящему изменить свою жизнь. Ну и все, кто еще пока занят где-то, могут посмотреть в записи данную презентацию. Сегодня будем говорить про денежные потоки. Даже вот сейчас я ставлю в позицию новичка, да, и столько информации у нас, вот столько, да, если сейчас все выгрузится в ходу, это просто голова закружится, потому что сообществу уже 12 лет, скоро будет уже, да, 11-й год идет, 12-й, мы уже все готовимся к празднованию 12-летия. Вот, поэтому столько информации, столько новостей, столько движений, столько просто невероятных возможностей, что в рамках одной презентации, я, наверное, просто буду два часа говорить, я еще не все скажу, все, что надо. Ну, ладно. Тем не менее, начнем, как говорится, со самого начала. Все те, кто еще не знает, как устроена наша финансовая система общемировая, пожалуйста, смотрим, соответственно, мультфильм, это у нас Фабиан, да, дальше микрофончики, следим за своими микрофончиками, пожалуйста, администраторы, если кто-то помогаете выключать. Вот, Фабиан, соответственно, дальше у нас деньги пирамиды долгов, дух времени четыре части, первая, вторая, третья часть. Если вы эту хотя бы базу знаний посмотрите, у вас уже сложится картинка, представление, в каком мире мы с вами живем с точки зрения вообще, в общем, финансов и устройства, да, потому что без этого, без этого фундамента, ну, вы вообще не поймете, а что ж так херовенько-то живет, что ж, почему ж так денег не хватает, казалось бы, вот, бери, напечатай, уже и все, деньги уже даже золотом не обеспечены, как это было лет сто назад, да, и почему же людям их не дают, почему же люди живут постоянно в дефиците, да, вот, чтобы хотя бы закрыть базовые финансовые потребности, да, то есть тупо физиологию и безопасность, иметь свой дом, кровь и так далее, да, и причем это иметь свой дом, кровь не в долг до конца жизни, а здесь сейчас уже, да, как это, ну, в странах развитых, таких как, допустим, Арабские Эмираты, там очень просто, как только женится, создается ячейка общества, семья, и при условии, что он и она являются местными, то есть коренными жителями Арабских Эмиратов, им сразу государство выделяет коттедж, дом сразу им дается, и дается подарок на свадьбу, и дальше, когда у них рождаются дети, и сразу же на счетах у детей, там, по-моему, по 20 тысяч долларов, может даже уже больше, вот, то есть сразу база, толчок, да, таким образом люди уже с закрытыми полностью потребностями, они уже начинают просто жить, приносить своему государству пользу и так далее. Но не везде так, не везде так, и во всем мире, по большей части, не так, вообще не так, да, во всем мире каждый выживает как может, и чем беднее страна, тем люди больше выживают, поэтому. Но мы сегодня собрались не об этом говорить, поэтому обязательно смотрим Фабиан, мультфильм Фабиан, либо гугли, гуглите, либо можете зайти на канал Ментор Миллионеров и взять оттуда этот мультфильм. Я его закачал, поэтому смотрите в свободном доступе. «Хочу весь мир плюс 5%» либо «История про Фабиана». Это 40 минут, буквально прекрасный мультфильм, те, кто посмотрел его, рекомендую еще раз посмотреть, чтобы закрепить знания в своей голове. Все, кто не посмотрел, обязательно смотрим, иначе вы просто не поймете, в каком мире мы с вами живем. Дальше. «Деньги. Пирамида долгов» обязательно документальный фильм. И четыре серии «Дух времени». Этот фильм создавался, все четыре части, в течение порядка 15, может даже больше лет, потому что первые части я посмотрел еще в далеком 2008 году. Это была первая, вторая часть. Потом появлялась третья часть, и вот сейчас, по-моему, недавно, в 20-м или 22-м году вышла часть под названием «Четыре», тоже очень интересная часть. Поэтому обязательно смотрите «Дух времени» либо «Зайдгейс». Это очень мощный фильм. Все, про это я больше не буду. Разбираемся с тем миром, в котором мы с вами живем. И у вас появится понимание, чего же так денег-то не хватает постоянно. Потому что система так устроена, что денег постоянно не хватает. Она так запрограммирована. И причем не где-то в каком-то стране. Приблизительно сейчас везде все одинаково. А в общем, общая мировая система подмяла сейчас все страны, поэтому на данный момент везде приблизительно все одинаково. Вот. Дальше. Дальше идем рассказывать про наше сообщество. Почему же сообщество наше появилось? Потому что Дмитрий Васади, наш идейный основатель, когда у него в очередной раз в жизни стало все очень хорошо, это был 2006 год, он столкнулся с таким моментом, что денег-то хватает, а вот единомышленников не хватает. И пять лет Дмитрий Васадин моделировал наше сообщество. Пять лет. И еще два года, по сути дела, выжидали смену эпох. И в 2013 году впервые запустилось сообщество и начало рождаться с нуля, внимание, с полного нуля наша касса взаимопомощи. Вот, с полного нуля начало рождаться сообщество, и сообщество уже развивается, скоро будет 12 лет. За это время многое пройдено, много испытаний пройдено сообщество, много что сделано. И об этом сейчас я вам расскажу. Так вот, почему созданы потоки? Потоки запустились ориентировочно около 4-5 лет назад, как алгоритмы, к которым пришло сообщество, как универсальным психологическим, математическим, разновременным финансовым инструментом, которые дают возможность всем участникам сообщества через нашу кассу взаимопомощи получать деньги каждый день. Когда я пришел в сообщество, у нас еще не было денежных потоков. И слава богу, что они появились, потому что даже тот инструмент был прекрасный, он давал очень хорошо средства, но, во-первых, это было не каждый день, а, во-вторых, люди не были готовы к таким деньгам, потому что тот инструмент, когда я пришел, он давал в три раза больше денег. Поэтому у людей сносила крышу, люди делали абы какие действия, которые вредили системе в том числе. Поэтому денежные потоки – это самый защищенный сейчас алгоритм работы кассы взаимопомощи, который вот уже почти пятый год работает безотказно, и мы просто все полюбили, мы просто все полюбили эти алгоритмы, и они начинают дублицироваться по всему миру. Поэтому у нас уже сейчас семь площадок, семь, дорогие друзья. Буквально недавно нас обрадовали, что открылась китайская площадка, и сейчас об этом вам буду тоже рассказывать, и это очень круто. Так вот, у нас в сообществе есть такая штука под названием кабинет, да? То есть, если у вас кабинета нет, то, конечно же, возьмите реферальную ссылочку у того человека, который вас пригласил, зарегистрируйтесь, регистрация вас ни к чему не обязана. Если у вас этого человека нет, то можете написать мне в личное сообщение, возьму у вас свою команду, либо выбирайте в списке бот скидывает лидеров-консультантов, выбирайте себе любого по душе, это очень важно сделать в самом начале пути, и начинайте развиваться. Что надо сделать первое? Это зарегистрироваться. Наличие кабинета уже даст вам ответы на 80-90% ваших вопросов, потому что в кабинете уже все написано, все, что осталось, это внимательно прочитать, а лучше законспектировать, потому что вы прошли огромную школу, да? Там 10-11 лет средней школы, там садики, кто-то университет и не один, да? Вы многое конспектировали всего, да? Но 99,9% все, что вы делали, это не изменит вашу жизнь. Внимание! Но то, что вы сейчас в кабинете можете законспектировать, и причем этот конспект будет маленький, но вы отложите эту информацию у себя в голове, вот эта информация может изменить вашу жизнь, и причем очень кардинально. Поэтому настоятельно рекомендую завести тетрадку под названием «Потоки» или «Денежные потоки» или «Мои денежные потоки» и начинать штудировать нашу систему, потому что с насколько ее не понять, вы не сможете с насколько ее понять. Нашу систему надо штудировать, нашу систему надо, в ней надо разобраться. У нас преуспевают люди не шумные какие-то, а у нас преуспевают люди въедливые, люди, которые дотошные, люди, которые углубляются в процесс и начинают очень глубоко понимать, как работает система. Вот эти люди у нас преуспевают. Поэтому усидчивость, дотошность дает очень шикарные плоды. Ну так что мы увидим в кабинете после регистрации? Конечно же, это наши закладочки разноцветные. И первая закладочка, с которой я хочу вас познакомить, она красного цвета, называется «СП», то есть «Стартовый поток», учит правильность стратегии инвестирования. Это вложил, забрал, вложил, забрал, вложил и опять забрал. Эта технология качает нашу инвестиционную мышцу, потому что человек с бедным мышлением, ему трудно положить, ему трудно отдавать. Он привык все время брать, брать, дай зарплату, дай там алименты, дай там еще что-то, мне вечно кто-то что-то должен, дай, дай, дай. Это человек с бедным мышлением, да? Человек с богатым мышлением, он понимает, что надо посадить дерево, потом снять урожай, потом еще посадить дерево, потом опять снять урожай, потом третье дерево посадить, снять урожай, или бизнес еще один создать, снять урожай и так далее. Он понимает, что нужно быть, как говорится, в таком потоке, и только это приносит постепенно очень крутую возможность быть финансово свободным человеком. Так вот стартовый поток учит. Положил, забрал. А еще одна фишка, когда человек с бедным мышлением, он положил, он потом, ему тяжело забирать, у него уже включается другая ловушка, это жадность, он там цифры видит, и все у него, там все, я еще буду крутить, еще, еще, это заигрываться начинает. Так вот, это тоже ловушка, да? Нужно положил, забрал, часть вывел, поменял жизнь. Положил, забрал, часть вывел, поменял жизнь. Вот то, что реально меняет жизни людей, но никак по-другому. Поэтому стартовый поток именно этим учит. Поэтому обязательно запускайте стартовые потоки, иначе никогда ничему толковым не научитесь. Стартовый поток – это тренажер. Берем гантелю в тренажерном зале, начинаем качать мышцу. Напряг, расслабил, напряг, расслабил. Так и здесь. Положил, забрал, положил, забрал. Этот поток разработан специально для новичков. На практике, обучая всем нюансам работы системы, стартовый поток может быть создан на произвольную сумму. Минимальный ход от 5 тысяч рублей, но чем выше вы номинал потока откроете, тем больше будет от него прибыль. Посадили маленький кустик, будут маленькие ягодки, большой кустик – большие ягодки. Вот так и здесь. Стартовый поток – это поток с обязательным пополнением на величину выбранного номинала дважды в месяц. Один раз в две недели, то есть за один период, мы пополняем стартовый поток и снимаем. И каждый раз мы его пополняем, и каждый раз мы снимаем, и каждый раз мы снимаем все больше, больше и больше. Поэтому, дорогие друзья, стартовых потоков должно быть много. Стартовые потоки обожают марафон, запущено их должно быть много. Стартовый поток работает 20 периодов, либо 10 месяцев. Один период – это одна неделя. И, конечно же, прибыль в стартовых потоках мы получаем за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты и каренсы, которые мы в кабинете у нас принимают по льготному, шикарному, дорогому курсу, а мы подешевле покупаем на рынке. И за счет этого наша криптовалюта еще больше растет, потому что огромный спрос на нашу криптовалюту. Дальше. У стартового потока есть несколько разновидностей. Сейчас есть обычный стартовый поток и есть ускоренный стартовый поток. Есть премиальный обычный стартовый поток и премиальный ускоренный стартовый поток. Получается, у стартового потока 4 разновидности. Чем отличаются ускоренные стартовые от обычного стартового? Давайте разберемся. Если хотите быстрее, то заходите, конечно же, на ускоренный стартовый поток. Это подвид стартового потока, только очень более быстрый и более прибыльный. Как это работает? Условия открытия. Оплачиваем сразу 4 периода, подтягиваем currency за все 4 периода и получаем один из периодов подарка. И автоматически у вас начисление выскакивает на 6-й, по-моему, сейчас уже период. Вот. И этот период, где выплата уже будет больше, чем номинал потока. То есть, если вы создали поток на 30 тысяч, допустим, да, то этот период, где у вас уже начисление будет там 31, допустим, тысяча, да, как будто бы прошло у вас уже там эти 6 периодов. При дальнейшем вы также, как и в стартовых обычных потоках, продолжаем пополнять, снимать, пополнять, снимать. Только в период роста вы уже прошли быстрой вашей предоплаты сразу на 4 периода. Поэтому, кому интересно, обязательно скрывать ускоренный стартовый поток. Ну, а я люблю, скажу честно, обычные стартовые потоки. Вот. Эти потоки можно открывать на большие номиналы, потому что если ускоренный открывать, то есть, допустим, на 100 тысяч, да, номинал, то надо 400 тысяч, потому что сразу оплатить 4 периода, да. Вот. Лучше на 400 тысяч открыть 4 стартовых потока, да, по 100 тысяч номиналов и потепенно их взращивать с паузой в неделю, допустим. Представляете, да, у вас будет 4 стартовых потока. И это очень круто. Но, тем не менее, ускоренный стартовый поток у меня тоже есть, и он хорошо работает, и обязательно надо его тоже запускать, чтобы у вас было, конечно же, понимание, как это все работает. И каждые две недели мы также подтягиваем икарнси, и после каждого пополнения мы берем также прибыль. Пополнили, сняли, пополнили, сняли. Поэтому, дорогие друзья, стартовый поток обязательно развивайте. Чем отличается премиальный стартовый поток от обычного? Тем, что количество икарнси требует этот поток больше. Соответственно, будет больше и выплаты, то есть будет больше прибыли. Поэтому запускайте. Я люблю сейчас премиальный, я перешел практически только на премиальные потоки, поэтому, что вам тоже и рекомендую. Конечно же, если вы хотите от стартового потока получать как можно больше прибыли. Идем дальше. Следующий поток, который вы увидите в кабинете, это оранжевая закладочка или быстрый поток. Мы это называем деньги на каждый день. То есть, когда я хочу вывести из системы, я пропускаю эти деньги через быстрый поток и вывожу из системы на жизнь. Поэтому называется деньги на каждый день. В обычном быстром потоке, который работает 30 дней, деньги выплачиваются каждый день равными частями. Вместе с прибылью уже каждый день, представляете? Которые мы получаем за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты икарнси. Это линейные инвестиции, это очень простые. Есть целая табличка в описании нашего кабинета. Заходим во вкладочку «Как создать поток эффективно и управлять». И там целая табличка по обычному быстрому потоку. Открываем, смотрим, все понятно. Написано, как для первоклашек. Поэтому, если вы еще эту табличку перерисуете себе в тетрадку, у вас еще лучше в голове все это отпечатается. И вы будете еще больше понимать глубину обычного быстрого потока. Он работает еще раз. 30 дней. Каждый день нажимаем кнопочку и получаем одну 30-ю часть вместе с прибылью, которую мы получаем за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты икарнси. Следующий быстрый поток, тоже оранжевая вкладочка. Там есть галочка, можно переключиться на нее. Это супербыстрый поток. Работает 2 недели, друзья мои. Это самый короткий поток из всех наших потоков. Он работает 2 недели. Это для самых ваших коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки «Начистить премию». И супербыстрый поток работает чуть-чуть по-другому. Он работает именно с заморозкой средств. То есть, как обычный классический депозит в банке, допустим. Но вы начисляете каждый день, и на 15-е начисление вы получаете сразу все вместе. Вот тут и имеет место быть слово «тело вклада» и «процент». Вот единственный наш поток, которому есть смысл прикрепить вот эту формулировку. Все остальные потоки никак не влазит. Эта фраза как «тело вклада». У нас нет понятия «тело вклада». У нас все растворяется и потом обратно появляется. Поэтому денежные потоки обладают всеми свойствами воды. Поэтому где у воды тело, да? То есть, где тело океана или моря, да? То есть, это абсурд. Так же и здесь. Единственный поток, где это супербыстрый поток, он маленький, специально создан для новичков, чтобы тоже могли покрутить где-то какие-то короткие деньги. Ну, пожалуйста, в любом случае доходность в быстрых потоках – то от 5 до 20% тоже в месяц можно, в принципе, это хорошо использовать. Дальше идем. Следующая закладочка в вашем кабинете – это растущий поток или зеленая закладочка, РП называется. Это поток, который растет в течение 6 месяцев с момента его пополнения. Это поток, который надо понять, с насколько его вот сразу не врубитесь. Но когда вы начнете понять, как механика движения денег идет, да? Чик-чик-чик, куда оно что переливается. Вот тогда вы начнете правильно, грамотно им управлять. Растущий поток – это вообще любимчик у всех участников. Мы его называем «базовые деньги на жизнь». Это тот поток, который меняет жизнь людей. С этого потока люди покупают себе телефоны, машины, ноутбуки, квартиры, все, что хотят, путешествия. С этого потока даже многие люди выходят на стабильный пассивный доход. Они выращивают его растущий, а потом часть денег из растущего берут на жизнь, а другую часть реинвестируют. За счет этого поток все время находится на одном уровне. И таким образом можно грамотно очень пользоваться своим потоком и использовать его в достижении своих целей. Они созданы в все потоки, чтобы каждый из вас пришел к вашим целям. Идем дальше. Растущий поток – это тот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 в 250 тысяч, 500 в 375 миллиона, 1 миллион в 3 миллиона, 3 превратить в 9, 5 в 15 и так далее, дорогие друзья. То есть у нас есть участники с большими кабинетами, и там десятки миллионов тут, кажется, далеко ходить не надо. И замечтайте себе ту цифру, которую вы хотите, чтобы растущий поток вам чистыми давал в месяц. И он в состоянии будет вам это дать, если вы грамотно с ним будете, им будете управлять. А как надо им управлять? Учит стартовый поток. Если вы пойдете в стартовый поток, научитесь, и эту механику перенесете в растущий поток, то, конечно же, растущий поток вам даст все, что вы захотите. Растущий поток нужно выращивать в копилке. Он учит терпению, прорабатывает вашу жадность и страх потери. Три бича есть у человека с бедным мышлением. Отсутствие терпения. Трудно ждать, пока дерево вырасте, да? Хочется все сразу. Второе. Это страх потери. Человек боится отдать, потому что боится потерять. Соответственно, ничего в этой жизни не приобретает. Потому что ничего не отдал. Скажи, сколько ты семян раскинул, и я скажу, сколько ты соберешь, да? Вот. И третье. Это жадность. Жадность – это страх, что завтра тоже чего-то не будет. Вот. Поэтому в любом случае это реальные проблемы вот здесь. И эти проблемы надо решать. И когда эти проблемы уходят в страхи, то жизнь начинает раскрашиваться яркими красками. Поэтому рекомендую вам работать, прежде всего, над собой. И тогда ваши кабинеты вам помогут быстрее изменить вашу жизнь. Растущий поток. О нем только об одном растущем потоке можно говорить часами. Поэтому, дорогие друзья, но это уже на командных обучениях. Сегодня презентация. Поэтому и так у нас сегодня очень много материала, много новостей, которых сейчас вам расскажу. Но мы переходим к нашему кабинету. Накопительный поток, либо фиолетовая вкладочка, сиреневая, либо фиолетовая вкладочка в нашем кабинете под названием НП – накопительный поток. Это деньги на будущее. Мы его называем так. Либо стратегия жизни в будущем. И это очень важно – сегодня позаботиться о вашем будущем, о завтра. Этому нигде никто не учит и никогда не будут учить, потому что это элитные знания. И все, чем учат в среднем образовании. Поэтому оно называется среднее образование. Даже и высшее, оно тоже для обычных людей. Поэтому все люди из богатых семей стараются учить своих детей вместе с детьми из богатых семей. Вот у них просто немножко другие установки в голове зашиты. И вот эта вот бедность у них просто отсутствует. Вот этот страх, что завтра не будет денег, что еще там чего-то. Вот этого просто нет. Поэтому, как правило, люди и дети олигархов не учатся в средних школах, в общеобразовательных. Вот, поэтому накопительный поток – это тот поток, который учит нас задумываться о своем будущем. Оказывается, деньги в будущем тоже будут нужны, потому что я не вижу трендов, тенденций, по которым деньги завтра отменят, и мы всем заживем благостной жизнью. Такого навряд ли будет. Я вижу, что весь этот мир идет в технократическую цивилизацию, где правит всем философия потребления. Как долго это продлится, охрененно узнают. Поживем, увидим, да? Насколько матушка Земля, кажется, нас будет терпеть. Но, тем не менее, нам лучше все равно задуматься о будущем и создать себе накопительные потоки. Это стратегия от 3 до 25 лет. Вот, допустим, вы можете выбрать любой номинал и любое количество лет. И там есть целая табличка в вкладочке «Как создать поток эффективно им управлять» с коэффициентами. То есть 1000 через 3 года превращается в 5000. Поэтому накопительный поток так устроен, что у него есть период выплат, и период накопления, и период выплат. Вот 3 года накапливаете, 3 года получаете. Допустим, 3 года накапливаете по 1000 в месяц, и 3 года получаете по 5000 в месяц. И таким вот образом обеспечиваете себе, ну, по сути дела, достойную пенсию. Вот, накопительные потоки тоже надо обязательно создавать. Это дополнительная возможность вас, как участников, иметь в будущем хороший стабильный доход. Первые накопительные потоки вот практически уже 3 года подходят, и уже, я думаю, с нового года уже мы увидим выплаты первых накопительных потоков. Идем дальше. Поток удачи. Либо наша беспроигрышная лотерея 5 из 32, либо 5 из 25. На каждой площадке своя. Вот. Правила лотереи читаем в кабинете. Вкладочка LT, черная вкладочка лотереи. Дальше регистрируемся. Берем ссылку, конечно же, у вашего пригласителя. И читаем правила лотереи. Заполняем эти правила лотереи. И таким образом у вас появляется возможность притянуть к себе удачу и сорвать джекпот. В лотереи есть 3 вида лотереи. Это классическая, синяя и золотая. Классическая лотерея у нас стоит 100 рублей на российской площадке. Синяя 500, золотая 1000 рублей. Джекпот в классической 300 тысяч, джекпот в синей 500 и в золотой миллион. Поэтому участвуйте и желаю вам выиграть джекпот. Как говорится, мы не знаем, когда нам в жизни наши звезды развернутся так, что у нас фортуна включится дополнительно. Нам и так уже повезло, что мы сюда пришли. Но если уж дополнительно еще фортуна включится, то на данный момент лучше, чтобы лотерейка у вас была. Потому что если ее не будет, эта фортуна может материализоваться, не знаю, в коробок спичек или в какой-нибудь мелочь. А лучше, что все-таки в джекпот, который вы потом можете реинвестировать в тот же самый растущий поток и еще больше увеличить свой капитал, таким образом выйти на новый уровень качества жизни. Идем дальше, дорогие друзья. По потокам я практически все перечислил в рамках одной платформы. Давайте мы их посчитаем еще раз. Это у нас стартовый поток. Четыре разновидностей. Это обычный стартовый поток. Дальше ускоренный стартовый. Обычный премиальный стартовый. И ускоренный премиальный стартовый. Четыре вида стартовых потоков. Обычный быстрый, супербыстрый. Это уже шесть. Дальше растущий. Это у нас седьмой. Восьмой. Это у нас накопительный. И девятый у нас лотерея. Итого девять потоков в каждой кабинете на каждой площадке, дорогие мои друзья. И сейчас у нас семь площадок. Семь умножаем на девять. Будет шестьдесят три. Все правильно я посчитал, да? Будет шестьдесят три потока, которые вы потенциально можете открыть в разных валютах на разных площадках. Представляете, какие возможности. Идем дальше. Но это еще не все. В каждой площадке есть своя реферальная программа. И причем в сообществе есть рекламный бюджет. Этот рекламный бюджет распределяется через реферальную программу всем активным участникам и лидерам сообщества. Поэтому можете брать оттуда тоже средства, если их, допустим, у вас вначале нет. Это два мощных потока. Это бонусы за развитие проекта. Первый – это реферальные бонусы за лично приглашенных. От двух до десяти процентов в зависимости от потока. Все написано подробненько во вкладочке, как создать поток и эффективно им управлять. И второй – это лидерский либо командный бонус. Вы можете обязательно стать лидером, на что я вам рекомендую сделать в обязательном порядке. Для этого вам нужно 10 человек иметь в своей первой линии, которые открыли потоки, то есть уже начали, активировали свои кабинеты. И, конечно же, иметь самим все открытые потоки, потому что вы должны понимать, как они работают, а вы это не сможете сделать, если у вас сами потоки не запущены, вы не сможете консультировать. Потому что лидер – это лидер-консультант. И лидеру туда открывается дополнительная еще глубина. Все написано во вкладочке «Бонусы за развитие проекта в кабинете». Поэтому поощрения очень хорошие. Именно поэтому наше сообщество рекламный бюджет не отдает никуда в Яндекс рекламе, и в Гугл рекламе, еще куда-то. А оставлять все эти деньги для вас, чтобы вы могли их получать и помогать друг другу. Поэтому я и говорю, наше сообщество развивается тихо, мирно, никуда не торопится. Уже много лет от сердца к сердцу, от человеку к человеку. И это выгодно и сообществу, и тем людям, которые это делают. Поэтому активные участники могут в том числе и иметь такую дополнительную возможность. Но приглашение у нас не обязательно. Хотите – приглашайте, хотите – не приглашайте. У нас такой прекрасный продукт, который сам себя приглашает. Поэтому дальше уже дело за вами. Вот. То есть теперь давайте еще раз мы посчитаем. 9 потоков. 9 потоков. Мне уже пальцев не хватает. 9. Без одного. Вот так. 9. И 2 вот этих возможностей. Еще бонусы. 11 финансовых возможностей у вас в кабинете. На каждой площадке. У нас 7 площадок. 77. 7 на 11. 77 финансовых возможностей у нас на наших площадках. 77. Но это еще далеко не все. Представляете? Давайте будем считать дальше. Раз уже у нас пошла тема подсчета финансовых потоков. Давайте пойдем дальше. Сейчас я немножко углублюсь и дам вам чуть-чуть побольше информации, чем я обычно даю на презентации. После потоков я обычно рассказываю про финансовую инфраструктуру и отвечаю на часто задаваемые вопросы. Откуда деньги? Там пирамида, не пирамида? Приглашать, не приглашать? Я также на них отвечу в конце презентации. Это часто задаваемые вопросы, просто мне уже надоело на них отвечать. Поэтому я уже вставил их в презентацию, чтобы люди уже сразу имели ответы. Ну а сейчас мы продолжим наш подсчет. 77 потоков мы уже посчитали на 7 наших площадках. После того, как мы закончим подсчет, то дальше я продолжу, расскажу еще про инфраструктуру. И, соответственно, дальше отвечу нечасто задаваемые вопросы. А после этого, если у вас еще остались какие-то вопросы, конечно, можете еще взять микрофончик и задать вопросы. Поехали дальше. 77 есть, закрепили. Теперь, смотрите, у нас раньше было два криптовалютно-платежных сервиса. А сейчас у нас три криптовалютно-платежных сервиса. Первая, Сберкасса, созданная для постсоветского пространства. Но, в принципе, любой человек на планете Земля тоже им может пользоваться. Но заточена под валютой, в основном, конечно же, для постсоветского пространства. Второй, это Мани Сторож. Он заточен для западной финансовой системы. И третий сейчас появился. Это китайский Мани Сторож, либо китайская Сберкасса. Мне ее проще назвать Китайской Сберкасса. Потому что Сберкасса ассоциация с Советским Союзом. А в Китае коммунистическая партия правит Китаем. Поэтому как-то проще говорить Китайская Сберкасса. Вот, поэтому у нас три криптовалютно-платежных сервиса. Китайская Сберкасса, она заточена под работу с китайским рынком. Поэтому вы видите, что сейчас денежные потоки в мире очень серьезно разделились. Именно поэтому на данный момент у нас есть три своих интернет-банкинга, которые работают с определенными потоками, чтобы они не пересекались и, соответственно, не было никаких лишних вопросов. Так вот, смотрите, что у нас есть внутри каждого криптовалютно-платежного сервиса. Прежде всего, еще один мощный поток – это начисление ежедневных процентов на остаток на балансе в ваших криптовалютно-платежных сервисах. Уже трех. Давайте, я не буду уходить вглубь, потому что там в нескольких валютах возможно получать начисление ежедневных процентов. Давайте просто это возьмем как за одну возможность. И мы скажем, что это еще один поток. Получение денежных средств называется процент на остаток средств в ваших криптовалютно-платежных сервисах. На сберкассе один поток, на мани-сторожи один и на китайской сберкассе еще один. И это круто, дорогие друзья. Около 7,5% годовых можно получать на остаток денежных средств. Просто потому, что они там есть. Вот просто они там лежат и все. Да, поэтому даже если они у вас иногда задерживаются там, чтобы вам там либо еще не надо деньги, либо вы хотите переложить какие-то попозже площадки, либо попозже вывезти. То есть они спокойно могут там храниться. Но это выгодно вам, потому что есть начисление на остаток. Поэтому, дорогие друзья, и это круто. И то есть еще три возможности есть. Мы объединим там внутри каждой площадки и платформы есть свои возможности. То есть там есть, допустим, если взять рублевую сберкассу на рублях процентах, в биткоинах процентах, в эфире процентах, в лайткоинах и так далее. То есть там есть разбивка по валютам в том числе. Но мы возьмем как это за единую возможность финансовую и назовем ее тоже поток. Поток, да? Поток ежедневных начислений на остаток на балансе. Все. На сберкассе и поток ежедневных начислений на остаток в балансе. На монитор уже и поток ежедневных начислений на остаток в балансе на китайской сберкассе. Три еще потока. Было у нас 77 плюс 3 – 80. 80 финансовых возможностей. Хорошо. Дальше. В наших криптовалютно-платежных сервисах есть еще реферальная программа. Для того, чтобы не участвовать, нужно вашему будущему претенденту до его авторизации на этом сервисе отправить монеточку, любую монетку в любом количестве, на его почту внутри сервиса. И он потом авторизируется, получает эту монетку и закрепляется у вас в команде. И таким образом есть еще реферальная программа у сберкассы, у мониторожей, у китайской сберкассы. Еще три возможности финансовые, которые вы можете постепенно начать строить. А в связи с тем, что мы сюда пришли всерьез надолго, то это можно плавненько делать всю вашу оставшуюся жизнь. То есть еще три финансовых возможностей. Итого 80 плюс 3 – будет 83 потока. Дальше. На каждом криптовалютно-платежном сервисе есть такое понятие, как депозит. Очень немногие его используют, но я вам о нем сейчас хочу напомнить. Депозит создан для тех людей, которые просто тупо хотят сохранить деньги, они не хотят их крутить в потоках, либо вообще для очень консервативных участников. Есть такие участники, которые говорят, я не понимаю ваши потоки, вот у меня есть средства, я хочу просто вот их как бы, как в банке. Говорю, окей, хорошо, заходи, вот депозит. И депозит можно открыть, там срочный и простой есть депозит, можно открыть в разных валютах. Для этого надо провалиться внутри каждой валюты и там будет кнопочка депозит. Нажимаем и начинаем изучать. Можно открыть на 3 месяца, на 6 месяцев, на год, на 2 года, на 3 года, по-моему, и на 5. То есть 5 видов, 5 видов депозитов есть по каждой валюте, поэтому пользуйтесь этим моментом тоже. Это для консервативных участников, ну, просто хорошее золотая жила и очень хорошие проценты до 22% годовых, вот, в зависимости от валюты. Там процентаж будет разный, и это депозиты есть на сберкассе, то есть мы назовем этот поток депозиты, да, депозиты на сберкассе, депозиты на китайской сберкассе. Еще 3 потока, еще 3 возможности. Итого 83 плюс 3, 86 потоков в финансовых возможностях есть. Великолепно, идем дальше, это далеко не все. У нас есть, конечно же, наш майнинг, дорогие друзья, да, который мы майним нашу криптовалюту и каренси. Ведь это тоже офигенная возможность из токенов получать и каренси. А и каренси нам нужны каждый день, поэтому это шикарная возможность, чтобы вы имели запас криптовалюты, который дорожает каждый день. Это же просто круто. Поэтому майнеры производят эту криптовалюту. Разбирайтесь с майнером, если у вас еще их нет. Дальше. 86 плюс 1, 87, да. Дальше. Что у нас еще есть? Мы можем брать на майнинг и каренси и продавать их на сберкассе, на Монисторже, уже на китайской сберкассе и, конечно же, на бирже BlackBit. В четырех местах мы можем продавать свою криптовалюту и каренси. И это тоже прекраснейшая возможность. То есть у нас есть 4 источника продажи и каренси, да. Вот, ладно, 4 места у нас есть, я все это объединим в одно понятие, как еще один поток. Это просто берем, намайнили, затратили деньги, купили токены, токены в майнер, майнер дает и каренси, и каренси мы просто тупо идем, продаем. Это, конечно, тупая схема и очень неправильно с точки зрения инвестиций, но, тем не менее, даже и она рабочая, да. Тупо продаем и каренси, и у нас еще один поток. То есть 86, 87 и 88 поток у нас уже есть. Дальше. Кто-то у нас любит, пришел с навыками трейдинга и вот любит купи-продай, купи-продай. Ну, в нашей системе это уже как бы и не надо делать. Это в той системе, чтобы выжить, надо делать. В том мире финансовом, в нашем финансовом мире, в нашем параллельном финансовом мире это делать уже как бы и не надо. Ну, а по старой привычке многие еще как бы балуются, но могут реально, могут реально заработать, почему бы и нет. Покупаем и каренси подешевле, когда чуть-чуть подсаживается, потом, когда подрастет, продаем подороже. Тоже вариант, тоже это можно зарабатывать на этом. То есть у нас вообще, скажу честно, для трейдеров у нас просто рай, потому что ты точно знаешь, что наш капитал будет расти. Почему? Потому что все большее количество людей создают все большее количество потоков и это постоянно растет. Вот у меня, скажем, разом все больше потоков, да, несмотря на то, что я здесь уже долго нахожусь, уже как, ну, почти скоро будет седьмой год, вот, и количество потоков у меня все растет, 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 да. Вот, поэтому, и это нормально, это также у каждого участника, потому что растет понимание, как работает система, растет глубина, и с этой глубиной растет правильный, растут количество и качество правильных действий участника. А вот это очень ценная штука. Вот, и таким образом человек может даже и так покупать, продавать, почему бы и нет. Еще один поток, да, да. Вот, поэтому я уже сбился с, так, восемьдесят восемь, восемьдесят девять, да, восемьдесят девять, да, восемьдесят девятый поток, да. Дальше, 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 дальше что? И у нас есть еще, я бы вам еще бы рассказал, да. Ну, давайте я вам еще один поток подарю, чисто так, по блату. Но сильно не надо в этот поток, как бы, сразу бежать, потому что этот поток долгосрочный и, как бы, нет информации, когда он запустится, но он может запуститься в любой момент. Поэтому небольшую часть денежек, небольшую, там, не знаю, там, один процент, два процента от вашего дохода можете туда направлять. Но, опять-таки, никто не знает, когда этот актив заработает, да. Это многие слышали, там, караты, да. Вот еще один поток, вы можете покупать еще, нашу криптовалюту называется карат, и она будет запущена в дело, но только где и когда, неизвестно. Но даже на ожидание курс каратов растет. Поэтому вы можете потихонечку покупать и хранить, покупать и хранить караты. Поэтому это 90-й поток, друзья мои, 90-й поток, 90 финансовых возможностей. Поэтому 17 денежных потоков, которые я записывал, там, полтора года назад, уже сейчас превращается в 90 денежных потоков. Понимаете? 90. И, честно сказать, от этого даже идет голова кругом, да. Все спрашивают, что такое вообще наша платежная система, да. Наша платежная система, это сберкасса, мани-сторож и китайская сберкасса, это платежная система для хранения, первое. Второе, сбережения, это важный момент. И приумножение средств. Почему вот эти три важные вещи? Потому что весь этот внешний финансовый мир любит очень много задавать вопросы, да. Мало того, что вы еще должны выжить в нем, заработать нахрен эти деньги. А потом вы еще должны доказать, доказать, что вы не дебил, это ваши деньги честно заработаны. Понимаете? Вы еще должны это доказать. Вот, поэтому в этой системе у вас никто ничего не спрашивает. И слава тебе, Господи, как это было раньше, понимаете, да. То есть сберкасса, мани-сторож китайская сберкасса, это платежная система для хранения, хранения, дорогие мои друзья. Нет более надежного. Вот за 7 лет некоторые участники у меня из потеряшки, они где-то ходили, потом пришли там через 5 лет, потом приходят. А что, говорит, у меня на мани-сторож до сих пор деньги лежат, и никто их не украл. Говорит, конечно, они лежат, тебя ждут, пока ты там балбес где-то ходишь. Так вот, это система для хранения, сбережения и приумножения средств ваших. Поэтому это очень важный момент. Поэтому все наши уже прожаренные участники, лидеры, топ-лидеры, они все свои деньги хранят на наших криптовалютно-платежных сервисах. Большую часть запущены потоки. А сколько надо, немножечко выводят на жизнь. Вот надо сегодня столько вывели, надо завтра столько выведут, но все остальное будет храниться в надежных местах. Поэтому, дорогие друзья, вот обратите на это, пожалуйста, внимание. Это многофункциональные кошельки, которые позволяют каждому пользователю на планете Земля оплачивать покупки, в том числе, переводить деньги, не раскрывая данных у другой личной информации. То есть сберкасса, манистторж и китайского сберкасса, можно оплачивать через USDT, где-то, ну, даже за границей спокойно, там, отель себе можете через USDT оплатить, можете, там, экскурсии, рестораны оплатить, ну, все, что вы хотите. Также в кошелек внедрена партнерская программа, которую я вам сказал, и она внедрена на глубиной 7 уровней, бонусная доходность от 5 до 20% от размера комиссии и транзакции ваших участников. Поэтому потихонечку этим тоже можно заниматься. Это долгосрок, это не основные там деньги, основные деньги в потоках однозначно, но, тем не менее, можно заниматься. Поэтому сегодня я вам рассказал про 90 денежных потоков, да. И это видео будет называться «90 денежных потоков». Рекомендую после того, как я опубликую его на YouTube, разослать все вашим участникам, и чтобы все участники разбирались с этими 90 денежными потоками. Когда вы разберетесь, вы поймете, что здесь огромный финансовый мир, и причем это еще далеко не все. А знаете, почему не все? Потому что я только еще знаю проектов 5, которые в любой момент могут быть запущены. Понимаете? В любой момент. Давайте пройдем по нашей финансовой инфраструктуре. От начала до конца, по-быстрому. Первое, что у нас есть, это наша гордость, это наши кассы взаимопомощи нового поколения. На семи площадках. Семи, уже семи площадках. Это рублевая площадка, общеевропейская евро, дальше испанская в евро, польская в злотых, киргизская в сомах, в Великобритании в фунтах в стерлингах и китайская в юанях. Уже семь площадок у нас есть. И это с каждым разом все больше радует, и сообщество развивается, шагает по планете, кажется, уверенной походкой. Идем дальше. У нас есть уже три криптовалютно-платежных сервиса. Еще раз. Сберкасса, мани-сторож и китайская сберкасса. Либо китайский мани-сторож. Европейские наши участники называют его китайским мани-сторожем. А участники из постсоветского пространства называют ее китайской сберкассой. Потому что визуально она очень похожа по цветам с сберкассой. Идем дальше. У нас есть наша криптовалюта и каренси, которая только за последние два года выросла более чем почти уже в сто раз. Представляете, да? То есть если бы вы знали про нашу криптовалюту давно, то вы могли бы ее купить года два-три назад на миллион, допустим. И у вас сейчас было сто миллионов, представляете, да? Но вы этого не знали. Почему вы этого не знали? Потому что вы были где-то в другом месте, с другой вибрацией, делали другие дела с другими людьми. Все. Если вам там все нравилось, то там тоже можете оставаться. Но если вам там не нравилось, то рекомендую сменить песочницу и сесть туда, где у всех все очень хорошо и каждый день причем, да? Идем дальше. Облачный майнинг. Это шикарная возможность майнить нашей каренси каждый день. Поэтому чем больше у вас майнеров, тем больше у вас возможности ее майнить. Поэтому начните хотя бы. Купите первый майнер. Там он стоит 200 баксов, по-моему. Загрузите туда токенов, еще там баксов на 500, на 200, на 300, по-моему, еще баксов купите. Неважно. На рынке постоянно все меняется. Поэтому заходите в Money Storage и смотрите, сколько стоят токены. И покупайте их. И заливайте в майнинг. И начинайте майнить e-каренси. Потихонечку надо начинать это делать. Дальше. У нас есть свой собственный блокчейн. Это вообще наша гордость. Представляете? Не каждый банк, даже европейский, имеет свой собственный блокчейн. Компания Sony там около года назад заявила, что она вот-вот собирается запустить разработку своего собственного блокчейна. В нашем сообществе уже более шести лет есть собственный блокчейн. И это очень круто. Именно поэтому идет очень серьезный учет всего, что происходит у нас во всех кабинетах. И нигде ничего не теряется. Потому что у нас свой собственный блокчейн. Дальше у нас своя собственная нейросеть, дорогие друзья. Которая уже более двух лет управляет нашими денежными потоками. Она не простая нейросеть. Она самообучаемая. То есть она по ходу дела еще учится сама. Ее задача обеспечить безопасность работы нашей системы. И чтобы наша система работала вечно. Поэтому, дорогие друзья, нейросеть нам в помощь. Это очень круто. Человеческий фактор полностью устранен. И сейчас нейросеть полностью управляет всеми нашими денежными потоками. И это круто. Есть уже кому думать о безопасности работы нашей системы. Это нейросети. Идем дальше. Я только знаю еще проектов пять, наверное. Которые в любой момент могут быть запущены. Но вы хотя бы с этим разберитесь. То, о чем я сегодня вам рассказал. Давайте пойдем на часто задаваемые вопросы. Первое. Откуда деньги? Я лично знаю семь источников дохода. Но пять из них я вам сегодня расскажу. Остальное уже на командном обучении. Первый источник дохода. Это, конечно же, от прогнозируемого курса роста нашей криптовалюты и каренс, которая постоянно дорожает. Почему она постоянно дорожает? Потому что все большее количество людей создают все большее количество потоков. Вот этот момент, он очень важен. У нас растет и количество созданных потоков, и количество участников. А те участники, которые уже раздуплились, где они находятся, они укропняют свои потоки. То есть, если раньше стартовые крутили 10 тысяч, то через полгода эти же участники начинают крутить стартовые 30-50. А те, которые крутили 30-50, через полгода начинают крутить уже 100 и больше. Есть участники, которые дошли до первого миллиона в растущем потоке и уверенно шагают дальше. Есть участники, которые дошли впервые до 5 миллионов, есть участники, которые дошли до 10 и так далее. У каждого выбирает свою планку определенно. Второе. Деньги от справедливого перераспределения. Не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. Впервые этот принцип озвучен был, исходя из истории, это король Артур. Круглый стол, первый среди первых, равный среди равных, король среди королей. Это одноранговая сеть. И поэтому пирамидальную систему мы разрушили. У нас одноранговая сеть, все равны абсолютно. И неважно, вы сегодня пришли, или завтра кто-то придет. Кабинеты у всех одинаковые, проценты у всех одинаковые, все у всех одинаковое. И получают либо все, либо никто. Поэтому наша система так устроена, что всем выгодно, чтобы система работала. И это круто, это очень круто. Поэтому, дорогие друзья, именно поэтому наша система запрограммирована работать вечно. Но спасибо нейросети, за то, что она за этим следит. Пирамидальную систему изучайте. Я в самом начале эфира говорил, какие ресурсы надо изучить, чтобы понять, в каком мире вы живете. Вы живете в пирамидальном мире. Это мировая финансовая система. Изучите. Мультфильм «Фабиан». Либо «Хочу весь мир плюс 5%» «Деньги пирамиды долгов» и «Дух времени четыре части». Вот эти документальные фильмы посмотрите, и вы врубитесь, в каком системе вы живете, и почему все время не хватает денег. То есть мы живем в том мире, где деньги ничего не стоят. Себестоимость печатания этой бумажки вообще ничего. А сейчас уже даже не печатают, уже только нолики гоняют из приложения в приложение. То есть себестоимости вообще нет. Но мы живем в постоянном дефиците того, что очень дешево стоит. Задумывались? Вопрос. Почему? Потому что есть три понятия, с которыми надо разобраться. Это эмиссия денег, законы, принципы, по которым создаются деньги. Второе. Распределение денег, законы и принципы. И третье. Перераспределение денег, законы и принципы. Вот с тремя понятиями разберетесь, тогда у вас уже понятия хоть немножко грамотности в этой теме. Идем дальше. Третий источник дохода от того, что у нашей системы нет хозяина. У нас не коммерческий проект, у нас социально-образовательно-финансовый проект, который мало того, что дает деньги, так он еще и учит, как правильно надо мыслить человеку как инвестор. Весь доход остается в системе, потому что у нас не коммерческий проект. Это круто, это вообще круто. У нас нет хозяина, у нас есть такой идейный основатель, который уже был сытым еще задолго до запуска нашего сообщества. Он уже был сытым в 2006 году. И в состоянии сытости пять лет только думал, как создать систему, что обычные люди могли бы объединиться и помочь друг другу. Теперь еще раз вернусь к этому вопросу. Коммерческие проекты, все коммерческие проекты созданы с единственной целью накормить хозяина. То есть по пирамидальной системе один очень умный, но голодный хозяин проекта придумает маркетинг, сайт, внутряночку, еще какую-то хрень. Он создает систему, потому что он умный, и приглашает других голодных, чтобы они его накормили. Это коммерческая система. У нас совершенно другая система. У нас один сытый, это наш основатель Дмитрий Васадин, только пять лет думал, и еще, можно сказать, семь лет думал. И вот уже 2012 год развивает систему для голодных, чтобы голодные могли объединиться и научились объединяться, и доверять друг другу, и смогли помочь друг другу. Вот это потрясающе, понимаете, да? Дмитрий Васадин и без нас все очень хорошо. Честно сказать, я удивляюсь, насколько у него хватает терпения еще с нами возиться, потому что это стоит очень большого труда и психоэмоционального, и всего остального. Поэтому, честно сказать, он мог бы жить как олигарху, как все живут, Абрамович и прочая вещь. Что они не парятся над другими людьми, что они там в бедности живут? Они живут своей жизнью и все. Но Дмитрий Васадин – это человек, который вышел из обычных людей, и он прошел этот путь, и он понял, что этот путь тернист, и весьма тернист, и не каждый человек самостоятельно сможет сделать то же, что сделал он. Именно поэтому он создал этот прекрасный инструмент, чтобы чуть-чуть облегчить людям этот путь, и вывести их на другой уровень, накормить, грубо говоря. То есть касса взаимопомощи создана для того, чтобы накормить, напоить, баню истопить, да, баню истопить, то есть мозги промыть, чтобы нормально они функционировали, правильно. А потом и любить, потом и любовь приходит, свобода. Поэтому все счастливые люди, без любви нет жизни счастья, да, поэтому счастливые люди учатся любить. Когда они учатся любить, когда деньги. У них есть на это время, здоровье, силы, ресурсы. Любить. Потому что не надо бежать там куда-то за деньгами. Нет нужды зарабатывать деньги. Кто вам вообще сказал, что вы должны зарабатывать деньги? Понимаете? Кто вам это сказал? И почему вы в это поверили? Вот это большая разводка этого мира. Деньги надо создавать. Деньги надо правильно, грамотно ими управлять. Но тот, кто работает, там некогда зарабатывать. Вот так я сказал Рокфеллер. Надо к дедушке Рокфеллеру прислушивать. Так вот, у нашей третий источник дохода, нашей системы нет хозяина. Все деньги не идут к хозяину, все деньги не идут туда. У нас все деньги распределяются в одноранговой сети. И весь доход, все, что у нас получается сделать, все остается здесь. И распределяется по вашим кабинетам. И чем более грамотный вы участник, чем более толково вы управляете своим потоком, тем более круче у вас все идет начисление и распределение этих средств. Вот. Поэтому учитесь, учитесь. Здесь система для того, чтобы мы все учились. Четвертое. Огромная экономия. Так, это пятое будет. Давайте. Деньги от постоянного пополнения потоков. Точно. То есть смотрите, наша система еще дополнительно так хитро устроена, что нам постоянно надо пополнять потоки. И я постоянно пополняю потоки. Понимаете? Я его пополняю, снимаю, пополняю, снимаю. И каждый раз я снимаю все больше, больше и больше. Это как в бизнесе оборотные средства. Ты там взял деньги, ты закинул там какой-то материал, потом производство что-то сделал, потом продал, потом опять закинул. То есть пополняешь, снимаешь, пополняешь, снимаешь таким вот образом. И у нас то же самое. Только вместо вот этого производства, вот этих сложных, вот этих процессов, у нас наши денежные потоки плюс и каренси. Наш денежный поток – это автомобиль. Даже если вы купили автомобиль, его надо заправлять, либо его сейчас электромобили надо заряжать, да? А наши потоки надо заправить и каренси, это наше топливо. Мы заправили, наш поток поехал. И начинает приносить нам прибыль. Вот, поэтому каждый из участников постоянно пополняет потоки, представляете? И всем надо и каренси в том числе, чтобы потоки ехали, получали прибыль. Представляете, да? Поэтому спрос на и каренси постоянно растет. Сотни тысяч людей нашего сообщества по всему миру каждый день создают потоки, каждый день покупают и каренси, каждый день получают прибыль. И это круто. Это гениальная система. Я просто, честно сказать, я седьмой год здесь, но я седьмой год ловлю инсайты. Я седьмой год с каждым витком развития нашего сообщества, я просто очень воодушевлен. И насколько гениальная у нас система. Вот если бы такая система была бы во всем мире, все бы люди жили в финансовой свободе. Но, к сожалению, не все этого хотят. Поэтому мы не ищем, наше сообщество не ищет денег. Но наше сообщество ищет единомышленников. Вот этого нам иногда не хватает. Денег у нас есть. Хоть бы это взять, да? А единомышленников надо бы побольше. Поэтому мы частенько проводим разные презентации в поисках единомышленников. Тех людей, которым резонирует то, о чем я сегодня вот сейчас уже второй час говорил. Я смотрю почти 200 участников на нашем эфире. Вы реально очень крутые ребята, что вот уже второй час слушаете меня и пытаетесь разобраться. Это очень дорого стоит, дорогие друзья. У вас великое будущее. Просто оставайтесь здесь подольше. И чем дольше вы будете здесь оставаться, тем больше углубляться, тем больше у вас появляться будут возможностей, и тем больше ваша жизнь будет становиться все лучше, лучше, лучше. Пятый источник дохода – это огромная экономия от неэффективного управления кабинетами. Дорогие друзья, этот источник я заметил попозже немножко. Когда уже у меня появилась огромная команда, и я стал статистикой, у меня уже появилась статистика. Так вот, слава богу, что процент в моей команде это снижается. Я сделал все, чтобы этот процент снизился от 30 до где-то сейчас 5%. Но это тотальный труд определенный, и командное обучение, и постоянные лидерские обучения. Вот, это тотальный труд. Но это позволило снизить процент тех участников, которые еще пока не совсем грамотные, и делают глупости в своем кабинете. То есть неэффективно управляют. То есть система бы и рада дать им больше, а они не берут, потому что делают неправильные действия. А почему делают неправильные действия? Потому что я все знаю, я учиться не буду, тут и так все понятно. И горе от ума, короче. Пока это горе от ума пройдет, пройдет какое-то время, и потом человек просыпается, боже мой, он там стартанул вместе с другим участником, а этот участник уже там миллионер, а этот до сих пор буксует, потому что делает неправильные действия. Поэтому для того, чтобы новая информация зашла сюда, надо отсюда освободить часть знания, оставить ее где-то там, и пасть в состояние ученика, и начать жадно учиться. Здесь надо начать жадно учиться, жадность, жажда жизни к обучению. У вас здесь должна быть новая тетрадочка, как будто 1 сентября вы первоклашка пошли в школу, у вас жадность, такое обучение в школу. Я долго ждал в этой школе. Так вот здесь, вот та школа, которая изменит вашу жизнь. Заведите эту тетрадочку, откройте кабинет и начните штудировать. Ссылочку, как эффективно управлять потоками и вознаграждение за развитие проекта. Вы эти две ссылочки должны знать наизусть. И когда вы с этим разберетесь, у вас уже на 80% все будет очень-очень понятно. Так, с деньгами мы разобрались. Я еще знаю два источника дохода, но это уже на командном обучении. Это уже будет лишнее. Дальше. Лохотрон. Лохотрон. Это лохотрон. Либо опять лохотрон. Что-то такое, да? То есть, смотрите, очень важно в этой жизни нарабатывать свой жизненный опыт. Мы сюда пришли с единственной целью наработать свой жизненный опыт. Пришел в теле мужчина, наработать мужской опыт. Пришел в теле женщина, наработать женский опыт. И так далее, да? Но самое ценное, что и смысл этой жизни, это нарабатывать свой опыт. Раньше, лет сто назад, не было такого очень мощного информационного поля, и люди жили как бы передачей знаний друг к другу, да? То есть, брали подмастерья, да? Там, передавали человеку к человеку, да? Там, навыки, там, кузнеца, еще там, какие-то профессии. Сейчас уже можно всему теоретически научиться, да? И у людей вот тут очень много шума, да? И очень часто люди проживают псевдожизнь. То есть, они, не проходя опыт, уже берут опыт другого человека, сюда вживляют и принимают это за истину. Это такой самообман называется, да? Потому что есть принцип здравомыслия, дорогие мои друзья. Это три фактора, да? Принцип здравомыслия. Наши предки нам завещали здравомыслить, да? Так вот, что надо делать, чтобы у нас был принцип здравомыслия? Если ты не делаешь вот эти три принципа, то ты мыслишь нездравым. Ты вводишь себя в заблуждение, либо в иллюзиях живешь, да? Первый принцип. Если у вас какой-то вопрос, изучите, во-первых, как с этим вопросом решать этот вопрос, решали ваши предки. Изучите эту историю, изучите, как этот вопрос решали. Вы думаете, что вы тут одни такие особенные? Все тысячелетия наши люди жили, наши предки в том числе, и думали, что они особенные. Но в итоге каждый проживал одни и те же уроки, так же, как в школе. Одни и те же уроки. Математика, физика, русские языки, физкультура в конце, да? Да? Одни и те же уроки. Так же и в жизни в мире. Одни и те же уроки, да? Вот. Урок благодарности, урок зависти, урок гнева, урок прощения, урок принятия, да-да-да-да-да. Вот такие вот все уроки. У всех, кто родился в этом мире, одни и те же уроки. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, три важных закона. Еще раз. Узнать, как этот вопрос решали наши предки. Дальше. Найти компетентного человека по данному вопросу, живого, у которого вы уже можете чему-то поучиться, у который, внимание, получил практические результаты в жизни по этому вопросу. И третье. Наработать свой личный опыт в этом вопросе. Три вещи. Еще раз. Узнать, как этот вопрос решали наши предки, потому что велосипед давным-давно изобретен. Не надо его изобретать. Он уже есть. Берете и пользуйтесь. Узнаем, как этот вопрос решали наши предки. Второе. Этот принцип здравомысля можно наложить на любую проблему в жизни. Не важно. А в отношениях, в семье, там, с деньгами, еще там где-то что-то. Второе. Еще раз. Найти компетентного человека, который уже получил практические результаты в этой теме и изменил свою жизнь. И третье. Конечно же, это что? Наработать свой личный опыт. Поэтому... А вот те люди, которые говорят лохотрон, те люди из трех принципов берут только один принцип. Они и то с ним даже ошибаются. Они берут типа компетентного человека. Не факт, что он практически изменил свою жизнь. Он просто теоретически где-то что-то схватил и все. И вживил эту жизнь. И он думает, что он вот такой опытный. Нет, он ни хрена не опытный. Потому что он не знает у него, как наши предки решали этот вопрос. Он не знает, не нарабатывает свой личный опыт. Поэтому, дорогие друзья, мне немножко жалко тех людей, которые мыслят ярлыками. Это называется зашоренная, зашоренная. Шора — это у лошади. Лошадь, когда бежала раньше, чтобы она не пугалась право-влево, ей шоры надвигали, чтобы она видела только прямо. И она чувствует где-то там что-то опасность. И она тогда прямо несется, как дурная. И все. Это шоры называется. Либо коридорное мышление. Вот. Или ярлыковое мышление. То есть чуть-чуть сразу ярлык приклеивается. Там бам-бам. Это там... Вы все счастливые здесь, значит, у вас секта. Вы там богатый, лохотрон. Вы там еще там что-то бам-бам-бам-бам. Вот эта вся серенькая комната, в которой живет этот человек, заклеена вот этими ярлыками. Он просто заклеен, да. Вот. Ну, честно сказать, мне только жалость к этому человеку, потому что пока он из этой комнаты не выберется, его жизнь будет такая же серенькая. Как правило, эти люди очень любят смотреть телевизор и так далее. Находиться вот в этом информационном поле. Про лохотрон я рассказал, да. Надеюсь, вы поняли. Что надо нарабатывать свой личный опыт. Почему? Внимание. Я расскажу свою историю. Как я попал в сообщество? Ко мне приходят знакомые. У меня тогда еще было туристическое агентство. У меня небольшое. Я отправлял людей по заграницам везде. И ко мне приходит мой знакомый, говорит, тут тема есть. На кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. Внимание, дорогие друзья. Я уже 10 лет тогда занимался разными видами бизнеса, но я улыбнулся. Я просто улыбнулся и сказал, давай посмотрим, что за кнопочка у тебя. И в этот же день я зарегистрировался. То есть мне пришла информация. Я, имея бизнес-навыки, понимаю, что любая информация просто так не приходит. Случайности, не случайно. Поэтому я беру эту информацию, сразу начинаю тестировать. При мне пришла информация, я сегодня же зарегистрировался, сегодня же создал первый финансовый инструмент, сегодня же нажал кнопочку. Я уже начал в этом разбираться. Поэтому я начал тестировать, проверять на своем жизненном опыте. А вот когда вы проверите, вы уже поймете, надо вам это, не надо, не надо. Закрыли этот кабинет, крутанули, вывели и все. И пошли дальше на работу, либо заниматься грядками, или еще чем-нибудь, чем вы хотите заниматься в этой жизни. Все, и забыли про эти потоки, и все нормально было. Вот, поэтому тестируйте, дорогие друзья. Кто-то говорит, лохотрон, он маленький, имеет опыт в жизни, практически, а это значит ничто в этой жизни. Не говорим ни о чем, и ни с кем. Вот, поехали дальше. Следующее, это пирамида, не пирамида. Еще раз возвращаюсь, да. У нас не пирамидальная система, у нас одноранговая сеть. Пирамиду мы разрушили. В пирамиде мы все живем, вернее, вынуждены жить. Купите, пожалуйста, себе, пока доллары есть в обменниках, купюру 1 доллар, переверните ее. Для вас, для всех нарисована пирамида, и эта пирамида уже нарисована больше, чем 100 лет назад. Умнейшие люди нарисовали это и создали эту систему, понимаете, чтобы управлять всем этим миром. Умнейшие люди, надо восхититься их, как говорится, мозгами и глобальностью мышления. Но до сих пор, как говорится, хочешь что-то спрятать, засунь всем это под нос. И никто даже не догадается своим маленьким умом, что это действительно есть. Так же они ни на сотку, ни на тысячную купюру, ни на 1 доллар, который есть у всех, они засунули пирамиду и прям под нос засунули. И все, понимаете, да? В этом пирамидальном мире именно поэтому госдолг США все растет, растет, растет. Мыльный пузырь этот, понимаете, да? И так далее. Разбирайтесь. Я вам уже сказал, какие ресурсы вам надо посмотреть в начале и в середине этого видео, чтобы вы были грамотны в той системе, в которой сейчас вынуждены жить. Идем дальше. У нас не коммерческий проект, у нас социально-финансово-образовательный проект, но который дает деньги каждый день. Внимание, еще момент один такой. Ни одному коммерческому проекту невыгодно давать деньги каждый день. Это финансово невыгодно. Всегда надо крутить в обороте и потом по чуть-чуть в конце месяца, а лучше еще позже задержечкой дать людям деньги, потому что это более выгоднее, потому что ты несколько раз прокручиваешь, и с каждым разом у тебя все больше и больше прирастает прибыль. Поэтому, дорогие друзья, каждый день деньги давать с точки зрения коммерческого проекта охрененно невыгодно, убыточно, я бы даже так сказал. Поэтому у нас не коммерческий проект, шаблоны коммерческого проекта, выгодности сюда накладывать не надо. У нас социальный, финансовый, образовательный проект, который вам учит, помогает, объединяет, помогает закрыть социальный минимум, чтобы люди хоть из мандража и стресса вышли. Идем дальше. И последний вопрос, это приглашать, не приглашать. Во, в нашей системе нет обязательного приглашения. Хотите, приглашайте, хотите, не приглашайте. Это ваше дело. У нас есть реферальная программа, пожалуйста, берите рекламный бюджет через реферальную программу, и у вас будет еще один источник дохода, с помощью которого вы быстрее раскрутите потоки. Ну, хотите, не пользуйтесь. У меня есть и такие, и такие участники. Конечно, те, кто рассказывают, вернее, не могут не рассказывать, таких больше, и мне это радует. Но есть и такие участники, у которых в жизни, в принципе, все хорошо, у них есть капитал, а вот возиться со всеми людьми, там что-то рассказывать, они не очень-то хотят. Мне говорят, ты лидер, вот ты и рассказывай. Вот, у тебя это хорошо получает. Говорит, а у нас? Говорит, у нас, ну, хорошие кабинеты, у нас денег хватает, поэтому нам не надо никаких там рефералов и так далее. Вот, и у нас у меня есть и такие участники. Их, конечно, не так много, но, тем не менее, такие тоже есть. Поэтому хотите, приглашайте, хотите, не приглашайте. Дальше еще вот этот вопрос очень интересный. А, когда у вас перестанут идти новички, ваша система схлопнется. То есть, от этого мне вообще смешно становится. Вот эта система, вот эта мысль, она заточена под пирамидальную систему. У нас одноранговая сеть, да? Ну, что значит одноранговая сеть? Это вот, ну, пошли мы все в поход, сели вокруг костра, сложились продуктами и сварили большой чан супа, да, допустим. И все наелись, и еще даже осталось. И тут из кустов приходит новичок, оборванный, голодный. Он решил в поход не один пойти, да? Заблудился в тайге, там, весь голодный приходит к нашему костру на огонек, как говорится. И мы его, садись, на тебе покушай, холим, лелеем, обогреваем. Он ничего не принес к костру. У него пустой рюкзак оборванный. Он там шатался несколько месяцев, весь голодный голодранец пришел, да? Он ничего не принес. Он даже там три тысячи эти голодранские принес, просто чтобы там что-то попробовать в потоках. И все. Мы его, давай садись, успокойся, давай разберись, покушай. Вот тут вот, понимаете, старые участники в нашей системе вскармливают многих участников, которые приходят не из лучшей жизни сюда, скажу я вам честно, да? А потом оперяются, крышки вырастают и говорят, вау, да тут-то круто, тут надо задержаться подольше, а может даже на всю жизнь. Поэтому, дорогие друзья, наша система другая. И аналогов нету в мире, не существует аналогов. Поэтому шаблоны какие-то накладывать не нужно. Это ошибочное сразу же сходу, ошибочное действие, накладка шаблонов на ту уникальную систему, которая создалась за эти вот уже почти скоро 12 лет. Поэтому в нашей системе старые участники кормят новых участников. И вот когда новые участники успокоятся, станут сытыми, вот тогда они начинают делать какие-то смелые действия. А вот до этого момента эти участники всего чего-то там боятся. А старые участники заходят на миллионы, крутят большими потоками, постоянно пополняют эти потоки и ничего не боятся, потому что они уже понимают эту систему. Они уже разобрались в денежных потоках. Именно поэтому очень важно разобраться в денежных потоках, дорогие друзья. И вот уже много лет наше сообщество развивается и, можно сказать, инвестирует в денежные потоки. По всему миру несколько сотен участников, сотен тысяч участников нашего сообщества инвестируют в наши финансовые уникальные инструменты под названием денежные потоки. И хорошо, что вы узнали эту информацию. Именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет намного проще. Денежные потоки — это не какой-то маленький проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо. И когда вы стопроцентно разберетесь с работой денежных потоков, вы поймете, что такого проекта у вас не было и никогда не будет. У меня все, дорогие друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить в течение нескольких минут. И обязательно, если вы смотрите запись на YouTube, подписывайтесь, ставьте плюсик, колокольчики. Так ставьте, хотите так, как хотите. Все приветствуется. Напишите лохотрон, кукло. Либо наоборот, если что-то было полезно, буду рад это прочитать. Поэтому поднимайте руки. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то можете включать. Так, Лариса здесь подняла руку. Слушаю, Лариса. Я благодарна вам за презентацию и с удовольствием просидела два с половиной часа и не заметила. Но это вопрос не столько мой, сколько моего сына. Вот он говорит тот вопрос, который вы последний озвучивали. Если не будет новых участников, то общество схлопнится. И вот этот товарищ с рваным рюкзаком и обшарпанным не появится у этого костра. Вот останется только эта группа, которая была у костра. Вот на этот вопрос. Чтобы я могла с ним это подсказать. Ну я же уже ответил на этот вопрос. Но давайте еще раз, еще раз. Для того, чтобы понять систему, надо в нее углубиться. Так, микрофончик, Лариса, выключите, чтобы не фонило. Давайте постараюсь еще раз объяснить. Поэтому вашему сыну надо сначала разобраться. Надо сначала разобраться в той финансовой системе, в которой он живет. У него не хватает финансовой грамотности. Поэтому рекомендую для вашего фильма, для вашего сына, поначалу посмотреть фильмы. Первый мультфильм «Фабиан». Давайте тогда уже будем предметом. Проходите, я прямо сейчас скидываю. «Весь мир», «Хочу весь мир плюс 5%», либо «История Фабиана». Рекомендую всем взрослым людям, которые хотят. Это, наверное, самый важный мультфильм, который надо посмотреть. Так, мультфильм. Видите, мы взрослые люди, но возвращаемся к мультфильмам, чтобы наконец-то помудреть. И это нормально, это классно. Благодарю немцев, кстати. Молодцы ребята. Это немецкий кинематограф снял этот мультфильм. Это не мы снимали с постсоветского пространства. Я скинул в чате. Можете показать. Можете перейти на канал «Ментор миллионеров», и там будет ссылочка на этот. Можете даже взять оттуда и переслать. Этот мультфильм, смотрите. Этот мультфильм создали немцы. Молодцы. Что есть еще как бы люди светлые и там, понимающие, в каком мире они живут. Дальше. Деньги, пирамида, долгов. Следующее. После просмотра этого мультфильма надо смотреть «Деньги, пирамида, долгов». «Деньги, пирамида». То есть базу знаний. Мы же с вами здравомыслящие люди, да? Я вам сказал, да? Что надо проявлять здравомыслие. То есть изучить систему, да? Пускай ваш сын изучает систему. Дальше еще вот пост я скину. И пускай он на сайт зайдет. Называется «В какой системе мы живем?» Доллар пускай купит, да? То есть он уже, он живет в пирамиде, которая может закончиться в любой момент. Именно поэтому госдолг, мировой долг, он растет, растет, растет. И никто никогда этот долг не погасит, а он растет и растет и растет. И когда-нибудь он так ляснется, он так лопнет, что разрушится вся эта система. Вот, поэтому все этого очень сильно боятся, поэтому отсрачивают это все дело, да? Поэтому очень важно понимать сначала, в каком мире мы живем. А потом уже начинать разбираться уже с нашей системой. Вот пускай сначала он разберется. Плюс дух времени, первая, вторая, третья, четвертая часть. Вот, когда он шесть этих ресурсов посмотрит и начнет, это называется матчасть, да? Матчасть уже станет финансово хоть немножко грамотной уже, да? Тогда уже начнет разбираться с этой системой. Вот, потому что по-другому он не поймет, нету, не будет базы знаний. Это вы не сможете читать пока, если не знаете азбуки. Так вот, это азбука, азбуку надо знать. Вот, поэтому в нашей системе устроено все так, что старички кормят новичков. Вот, и все. И когда новичок становится старичков, у нас, знаете, сколько уже за долгие годы? Несколько сотен тысяч по всему миру. И каждый раз мы увеличиваем свои потоки, представляете, да? Мы вносим еще больше денег в систему. А новичок, чего он пришел там? Три тысячи, и он крутит, и крутит, ими. А кто-то даже год целый тремя тысячами крутит и ждет, когда же это все схлопнется. Такой же халявы быть не может, да? И пока он за этот год там свои три тысячи, люди жизни свои меняют. Люди выходят на другой уровень. Люди гасят долги мультимиллионные. Люди гасят ипотеки и так далее. Поэтому каждому свое, кому-то мышление на три тысячи, а кому-то на миллионы. Поэтому наша система для всех, но не все для нашей системы. Вот, поэтому, дорогие друзья, надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Спасибо, да. Так, еще какие вопросы есть? Поднимайте руки. Есть еще пару минуточек. Ну что, неужели я ответил на все вопросы, да? Андрей, позвольте мне все-таки, пока никто руки не понимает. Да, Татьяна Павловна, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, хочу выразить огромную благодарность. Сегодня снова вот сижу, как говорится, отдыхаю после вчерашнего трудового такого прекрасного дня. И вот снова столько словила себе. Пожалела, что листочек не рядом лежал. Сейчас бегала, взяла листочек и опять записала. Ребята, вдумайтесь, когда говорит Андрей. Вот если вы слушаете и хотите понять эту систему, в которой вы сейчас живете, действительно живете, вы один день просто позаписывайте то, что вы слышите. Ой, там что-то случилось, там что-то случилось. И у вас голова пухнет от этого негатива. А когда вы живете финансово, свободно, вы начинаете записывать. Ой, благодарю Бога, что у меня все прекрасно. Благодарю прекрасный день. И понимаете, и сравните. Вот на этом листочке разделите и сравните. Где пирамида, от которой вы действительно стареете, вам плохо. И второй листочек, когда вы настолько вот приятно общаетесь, то есть у вас есть деньги, вы не беспокойтесь. Так, ребята, я пришла в этот наш проект, фонд, год назад и уже месяц, год и месяц назад. Я пришла тоже со слезами, ну не такими уж крупными, скажем, что плакала. Я не жила особо так бедно, но проигралась. Хорошо, капитально проигралась, потом кредиты взяла, естественно, потому что всегда любила учиться. И поняла, что я только влезаю в долги. Никто никогда нас открыто не обучает. Нас заманивают, дают 3% знаний, потом увеличиваете кредиты, нам не оплачиваете договор. И потом еще к этим знаниям усолят эти еще 3%. Хотя действительно финансово, в принципе, грамотно, но попалась на это. И мне протянула руку моя пригласитель Надежда. Но она тоже была новичок. И она меня отправила к этому вот товарищу Андрею, который сегодня ведет. И вы знаете, я вот сделала, наверное, точно так же, как он. Я единственное спросила, откуда деньги. Мне важно было понять, потому что я понимаю, что они из воздуха не рождаются. Это какая-то должна быть заложена база. И он мне ответил. И я вечером, ну как вечером, да, Андрей? Ночью в 11 ночи я открыла потоки и тоже на минимальные. Конечно, было предложено 3-4 варианта. Тоже сидел страх, потому что у меня и кредиты. Я открыла на самые минимальные, то есть 3, 5, 8 и на 30 тысяч, на растущий. Протестировала. И я тоже так же сказала. Я, в принципе, очень закрытый человек. У меня нету знакомых. Нет, нет знакомых. Я живу в новом городе. Я никого не буду приглашать. Ребята, это все бред. Я через 3 дня пошла рассказывать о том, что классно. Я поняла эту систему. Мне не надо долго разбираться. И вы понимаете, я уже вот через этот год, ну, я стала рассказывать. Естественно, я достигла хорошего уже уровня. Мне этого сейчас мало. Смотрю, что-то я за месяц стопорнулась. Опять нужно все мне по новой писать. Это я просто расслабилась. Вот. И вы знаете, я не хвастаюсь. Я просто хочу сказать. Вот мне дали возможность. Я открыла эту дверь. Как Андрею дали возможность. Мы стали разбираться. Мне бы не понравилось, я бы тоже взяла деньги и ушла. Но я бы опять осталась со слюнями, со своими соплями. Я пенсионер, где мне брать денег. Так вот, ребята, я отдала долги свои, кредиты. Я прекрасно за этот год поменяла свою жизнь. Вот это просто другая жизнь. Я прекрасно могу содержать еще и своих внучку, со своей дочкой приезжать. Шикарные деньги. Вот я кому-то когда говорю, вы идете ужинать или завтракать куда-то, или там гуляете по набережной в ресторан. Вы посмотрите, какие там цены. Некоторые заходят. Вот мы заходим и смотрим. Цены-то ведь поднялись. И у меня уже и дочь привыкла. Даже внук у меня, Илюша, привык и говорит, а бабуля не смотрит на цены. Мы заказываем то, что нам нужно. Это действительно весело. Это легко. И у меня нет проблем, что я что-то заказываю. Мы что-то пробуем. И когда приносят счет, например, 78 тысяч, да, это без какого-то изыска, без изыска, просто 78 тысяч. Потому что, ну, мы все русские люди, мы любим вкусно покушать, что-то попробовать. И для меня это не в ущерб. Так, ребята, это только один год я в потоках. Я отдала кредиты, я отдала, все порушила, все старое. Я перестала думать о том, что у меня нет денег. И я воспользовалась. И я благодарю просто Бога, Вселенную. Благодарю нашего создателя Дмитрия Васильевича, который действительно позаботился о том, чтобы даже я, незначимый такой для него человек, стала снова крепко на ноги. И чтобы я никогда не считала вот эти вот мелочи, деньги. У меня в голове никогда нет злобы на людей. Я вот просто вас всех обожаю и люблю. И Андрей также для вас вот рассказывает сейчас и руку помощи протягивает и говорит, откройте, ну, зайдите, посмотрите, выберите себе лидера по душе. Не понравится, валите отсюда, никому мы вас держать не будем. И денег здесь у нас будет достаточно. И поверьте, точно так же, как вот сейчас Андрей сказал, мы уже закладываем такие суммы денег в потоки, что я не переживаю через три года, что у меня не будет денег. Вот и эту всю систему, вы просто вдумайтесь. Если у вас сейчас нет в голове вопросов, это прекрасно. Это прекрасно, потому что Андрей рассказал доступно, подробно, вот просто для детского мышления. Так попробуйте. А те, кто вот сейчас уже участники, вы просто вдумайтесь в его слова. В нем он вам показал настолько много. Он сегодня даже образовательную презентацию провел. Образовательную. Столько нюансов он вам открыл. Благодарю. Вот он говорит, что там поставьте лайки или еще что-то. Андрей, я вот чисто хочу тебя просто обнять. От души, через экран. Я люблю тебя. Поверь, уже год прошел, я стеснялась об этом говорить. Я ему вчера только написала, что я люблю первый раз за год и один месяц. Я скромный вообще-то человек, но сейчас я могу это смело говорить, потому что я стою крепко на ногах. У меня на всех платформах все открыто. У меня на трех, на двух чуть не соврала. Открыты накопительные потоки полностью, все на три года. У меня открыты, сегодня еще наращу. У меня люди мне верят от того, что им надоело жить в этих крысиных бегах. Но запомните, что от копейки до копейки, работая, вы никогда не вылезете из долгов. Поверьте мне, я была замгенерального директора, я получала бешеные бабки. Вы таких бабок еще в руках не держали. И я не смогла жить так счастливо, как я живу сейчас. Эти деньги, которые я получала в руки, на руки, от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, они уходили просто сквозь пальцы. Поймите вы, Христа ради, что и цены на квартиры растут, и все. А потоки, денежные потоки вам дают деньги. Поэтому я закрываюсь уже, не хочу говорить, но у меня жизнь... Там есть ручки. А, есть ручки? У вас... Подожди, Надежда. И у меня жизнь поменялась. Я жила до потоков, а теперь живу с потоками. Счастье просто выше края. Спасибо тебе еще раз, Андрей. Благодарю тебя. Спасибо, Татьяна Павловна. Спасибо от души. Владимир, я вам открыла микрофон. Вы держали руки. Владимир, слушаю. Какой вопрос? Владимир, наверное, случайно нажал, да? Нет, держал. Владимир, я вам открыла микрофон. Давай, Надежда, расскажи свою историю чуть-чуть. Слышно, нет. А, все, есть, Владимир, да? Все, давай, слышно, да? Ура. Алло, отлично. Какой вопрос задаете? Сейчас опять не слышно. Я с 2016 года в сетевом. Слышно, да? Да, 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 слышно. Замечательно. Потом был период, когда я ушел с сетевого. Мне интересует, ну, как бы я маркетинг понимаю, я понимаю, что у вас линейный маркетинг. Правильно, да? Все верно, да. Мне интересует изменение маркетинга в данной компании. Возможен или невозможен? У нас не компания, у нас сообщество. Вот уже седьмой год, он стабильный при мне. Еще до меня он сколько был. Один и тот же. И второй вопрос. Ну, как бы у меня знание, опыт есть. Хотелось бы именно к лидеру присоединиться. Ну, мы все здесь лидеры. В списке выбирайте любого, либо пишите мне в личное сообщение. И все. Дальше уже, как говорится, нарабатывайте опыт регистрации и так далее. Андрей, могу ответить Владимиру. Владимир, я год в нашем сообществе, и вы не представляете, насколько все улучшается в лучшую сторону. Год назад у нас выплата была седьмого и двадцать первого числа. Сейчас выплаты каждый день с процентами. Представляете? Лотерейки раньше были один из тридцати шести. Надо заполнить. Сейчас на нескольких площадках остались один из двадцати пяти. Это шанс, чтобы выиграть больше. Сорвано тридцати, больше тридцати джекпотов. Смотрите, был один стартовый поток. Сейчас, как если внимательно слушали, посмотрите сколько. И все идет на улучшение. Был обычный. Люди не хотят ждать. Вот сократили три месяца. Пожалуйста, получайте сразу выплаты. И поэтому здесь идет только все на улучшение. Все абсолютно. Ну и хочу рассказать историю свою. Прям одну минуточку. Я пришла сюда год назад. За семь месяцев, находясь в нашем сообществе, я закрыла пять кредитов. Я уволилась с работы. Я стала абсолютно финансово свободным человеком. Сейчас огромная команда. Друзья, вы не представляете. Вот деньги на вывод каждый день. Вот сейчас кнопочку нажму и могу купить себе за наличку машину. Просто вы не представляете, какая это свобода. Конечно, Андрей, благодарю тебя, потому что, Андрей Лисеев, я когда-то год назад, вот так же после эфира, постучалась к Андрею, и говорю, Андрей, скажите, с чего надо начать? У меня просто, мне деньги нужны были еще вчера. Андрей говорит, Надежда, можете разбираться очень долго, но открывай все потоки, и только так ты сможешь разобраться, как они работают. Они правда все другие. И сюда я пришла, потому что я услышала, когда-то у меня прям написано, мечта голубая. Я 17 лет на севере отработала, получила мизерную пенсию, 2000 рублей. И мечта была получать 100 тысяч. Так вот на эфире сказала женщина, что получила 100 тысяч. Я говорю, как 100 тысяч? Так вот на сегодняшний день я получаю в день больше 100 тысяч. Каждый день больше 100 тысяч. Каждый день больше. Посмотрите чаты. Конечно, люди делятся. Люди делятся. И вы можете выбрать любого себе наставника. Там бот сбрасывает. И, конечно же, наша команда уникальная. Потому что в нашей команде, благодарю Андрея, есть обучение. Супер обучение. Андрей, благодарю тебя. Надежда, мы с вами земля Киева. Откуда с севера? С Нерюнгре, Якутия. Ага. Я чуть дальше. Билибина. Ну вот, отлично. Будет общая тема для разговора. Так, Лариса, еще хотите задать вопрос? Да, я хочу присоединиться к северянам, потому что я из полярного Ашмиттовского района. А, с полярного. Вы видите, как все. Севернее никого нет. Северяне быстро врубаются, они видят возможности все. Поэтому все, кто ехал на север в советское время, это люди, которые ехали за возможностями. То есть эти люди, они изначально заточены под возможности. Вот. Все остальные, они не ехали. Зачем выходить из зоны комфорта? Ехать на какой-то север, деньги зарабатывать. Зачем? Вот. Поэтому северяне немножко чуть-чуть отличается этим. Все. Спасибо большое. 225 человек. Я вас очень благодарю за то, что вы вместе со мной провели сегодня прекрасную презентацию. Все, кто будет смотреть на YouTube, мы ставим лайки, подписываемся, нажимаем на колокольчик. И до новых встреч, дорогие друзья. И не забывайте, что мы с вами творим историю нашей жизни. Своими собственными руками. До свидания.